добрый день уважаемые слушатели я очень рада приветствовать вас сегодня на своем вебинаре по опыту знаю что тема перехода из оффлайна в онлайн сейчас одна из трепещущих тем поэтому мне задают очень много вопросов как я это делаю и именно потому что у меня есть уже такой опыт пришла как раз идея поделиться с этим опытом с большим количеством людей потому что в реальной жизни я это делаю очень много но я думаю что онлайн охват как раз может быть гораздо больше поэтому сегодня да просто насущная проблема перейти в онлайн и она для преподавателя для эксперта для коуча является самой ближайшей потому что время вспять мы перевернуть не можем и все реалии как раз говорят за то что рано или поздно все равно придется это делать но вопрос в том как это сделать это не только необходимость если вы преподаватель если вы обучаете это ваша работа это не только необходимость но в моем случае это я думаю что не только в моем но и в вашем случае это и возможность дополнительного заработка поэтому сегодня я как раз представляю эту тему и основная задача это действительно как можно собрать курс и перейти в онлайн для того чтобы можно это было сделать быстро не теряя время не теряя драгоценное здоровье внимание близких и так чтобы это доставляло радость доставляла радость вам и доставляла радость вашим слушателям как получить максимум пользы что сделать в самом начале вернее как получить от этого вебинара максимум пользы времени у нас не так много рассказать хочется достаточно много поэтому я попрошу во-первых поставить сейчас плюсики тоже 5-6 человек слышно ли хорошо меня и видно ли хорошо меня это такой организационный момент который мне тоже очень необходим мне необходимо видеть вашу обратную связь ваше присутствие как любому педагогу эта связь очень нужна спасибо вам большое и конечно чтобы было удобно заниматься лучше сразу приготовить ручку листочек бумаги кто-то может открыть сразу файл если вы собираетесь переходить в онлайн то нужно сразу осваивать те технологии которые необходимы для преподавателя онлайн поэтому вот такой организационный момент мы как раз и решили обычно вот в этом месте обычно сразу говорится о том какую пользу ли что вы получите сегодня то есть зачем вы пришли и не потратите ли вы этот час зря поэтому мне я очень часто бываю на различных вебинарах и провожу их сейчас достаточно большом количестве уже сама и заметила такую вещь что очень часто много 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 всего нам предлагается на одном вебинаре вот как раз методолог как методист я решила немножко изменить этой традиции и взять только одну но самую наболевшую основную тему это тему того как действительно если вы преподаватель если вы эксперты вы обладаете большими знаниями большим опытом и у вас есть возможность это уже отдавать принес желание это отдавать собрать курс именно собрать вот не прямо создать с нуля когда еще нет собрать курс и перевести его в онлайн формат за срок как можно меньший потому что ну вообще это миф на самом деле о том что вот прямо здесь и сейчас можно собрать курс если вы не обладаете какими-то навыками для того чтобы это сделать ну быстро на самом действительно это не так просто и когда например пришла ситуация что вот раз и очное обучение закрылось и нужно перейти вспомните сколько усилий пришлось потратить для того чтобы даже просто разместить даже просто выбрать даже просто вот здесь и сейчас прямо вот войти в эту онлайн среду и предоставить все свои материалы согласитесь что это было не так просто не так легко не так легко не так легко поэтому действительно проблема того чтобы не тратить на это много сил вот прямо не на надрыве не на разрыв аорты не тратить много времени есть ключ ключики к этому решению весь ключ к этому решению я как раз хочу рассказать об этих ключиках это такие мои маленькие секреты которыми я хочу с вами поделиться пусть это будет так и да не совсем не не значит что нужно быть техническим гением или гуру дистанционного обучения потому что на сегодняшний день рынок предлагает действительно настолько большое количество каких-то средств которыми можно воспользоваться но только нужно знать как это сделать в этом смысле в этом смысле действительно если у вас есть такие проблемы перейти в онлайн формат а поставьте пожалуйста плюсик у кого есть такое желание горячее желание вот действительно перейти и эта проблема очень ну очень хочется решить ее наконец-то и что уже был такой опыт и очень надо спасибо большое я вижу просто даже не три а прямо вот целые ряды плюсов спасибо большое значит мы не напрасно здесь собрались и я надеюсь что мы не потратим сегодня время зря вот о тех секретах о которых есть уже упомянула я это знаете это как ларчик но у каждого свой ларчик не знаю как у вас а вот у каждой женщины про мужчин не знаю не могу сказать у каждой женщины есть какая-то такая своя шкатулочка да где она что-то вот хранит и открывает вот когда меня попросили провести этот вебинар я вначале задумалась о том думаю ну а о чем вот я расскажу вот как у кнопочки нажать как вот это открыть как закрыть или еще что-то вот в принципе это всего лишь инструкции которые можно найти в любой в интернете в пространстве интернет там загуглить что как говорят студенты загуглить и все это найти но вот ларчик открыть на самом деле действительно вот эти секреты есть у каждого как в своем ларчике эти секреты есть и у меня есть такой свой сундучок с секретами как раз которые я сегодня и представляю и поэтому беру только вот эту тему чтобы не растекаться мыслью по древу действительно сфокусироваться и решить наконец-то эту проблему она одна и она большая и нужно ее решить поэтому давайте приготовимся мы пойдем по этим секретом поскольку как уже сказала татьяна викторовна в самое ближайшее время планируется такой курс и для меня этот курс он не первый но вот этот запуск именно под этим названием курса он первый поэтому в этом случае я тоже приготовила для вас подарок с моей точки зрения шикарный подарок для тех кто останется до конца потому что ну потому что так положено все подарки мы будем все награды и подарки мы будем дарить в конце вебинара что это за подарок я представлю это как раз демонстрационный курс демонстрационный курс называется своя игра это пошаговая инструкция создания игры учебной игры которую я использую но несколько лет она сделала этот курс был подготовлен для студентов потому что мы уже с ними создаем эти игры вместе мы не только создаем но участвуем с такими курсами в конкурсах я об этом скажу позже и эта возможность войти в google классы посмотреть как это все организовано в конкретном небольшом демонстрационном курсе который выстроен как инструкция более того это еще одна возможность посмотреть элементы и графикации которые используются в учебном процессе поэтому я люблю очень эту технологию очень часто ее использую практически для любых своих занятий и если только вижу что студенты мои ученики или слушатели начинают зевать так сразу и применяю некоторые из этих элементов поэтому вы сможете получить его и как раз элемент входа вот в сам класс вы тоже на этом отработаете так выглядит внутри как раз здесь поскольку это инструкция то действительно шаги и все можно разложить внутри все можно разложить внутри все можно разложить и сделать прямо вот несколько вкладочек один другой третий все вы это сможете наблюдать все вы сможете это потрогать и попробовать и применить в своей практике это очень практичный подарок я почему задала сейчас этот вопрос пожалуйста поставьте единичку сейчас кто уже пробовал создавать онлайн-курс но ему трудно или что-то не получилось кто пробовал и не получается я не зря задаю этот вопрос потому что я такая же я обычный преподаватель который много-много уже этим занимается и я прошла это все на пардон шкуре не знаю не могла подобрать больше другого слова поэтому я начала вот обучение или мой путь начался как раз с того что я попробовала но не получается поэтому я не просто задаю этот вопрос а когда вы понимаете что нужна серьезная поддержка должен быть кто-то кто скажет в добрый путь или вот это делается вот так вот так и вот так или когда вы можете хотя бы один раз сделать по образцу я вспоминаю как раз вот случай когда в первый раз мне нужно было создать мне очень хотелось издать электронный учебник но я тоже не знала как я нашла инструкции но тут мне вот попался очень один хороший человек на наталья шишлина и мы вместе с ней прошли просто алгоритм создания такого учебника я до сих пор очень благодарна потому что действительно когда есть определенная технология то изучив ее потом уже можно что-то с ней делать с этими знаниями можно что-то делать их можно применять только тогда когда вы владеете алгоритмом свободно а вот для этого действительно для скорости нужна поддержка можно самому но долго и очень трудно поэтому да точно так же как вот я вижу единички и плюсики точно так же как вы сейчас находитесь вот в этой в этом положении которое мне очень понятно это знаете да как очутиться в сумрачном лесу что впереди туман а кругом такой сумрак что очень хочется чтобы в этом лесу оказался кто-то кто скажет но иди сюда давай я тебе покажу где здесь выход поэтому этот курс который курс который пройдет 13 октября в основе своей как раз и имеется ну такой 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 фундамент как помочь выйти с онлайн курсом уже в ту среду которую нельзя отменить нельзя историю повернуть вспять поэтому да я знаю об этих трудностях я знаю что существует больше причин не только столько сколько сейчас здесь на экране и что времени катастрофически не хватает и что не всегда знаешь каким инструментом и где воспользоваться и очень трудно победить свою неуверенность потому что когда вы выходите например каждый день в аудитории и вы гуру в своей теме и вы уважаемый человек и нужно сесть снова за парту можно сказать в первый класс и почувствовать себя беспомощным учеником то даже чисто психологически этот переход бывает очень трудный с чего начать иногда тоже неизвестно что ты вроде готов ты знаешь вот это можно сделать это можно сделать это можно сделать но как из этого сварить из как из всех этих ингредиентов сварить что-то ну какое-то блюдо приготовить вкусное интересное легко употребляемое и с чего начать что положить на сковородку первым и конечно особенно в онлайне очень нужна поддержка иногда просто меняется интерфейс например те же сервисы которыми вы уже владеете стоит только измениться интерфейсу и иногда невозможно даже найти ту элементарную кнопку которая раньше была справа сейчас она почему-то в верхнем левом углу и нужно потратить время для того чтобы разобраться со всеми этими инструментами поэтому да это не только эти причины я думаю что существует и много других причин которые не дают нам сдвинуться с мертвой точки что для этого нужно что для этого нужно то есть какие мои секреты в этом существует то есть как это сделала я вот действительно встал какой-то вопрос прямо ребром когда вот из оффлайна нужно перейти в онлайн и сейчас я знаю точно что нужна всего одна технология то есть первый шаг можно сделать это не значит что он самый лучший это не значит что он самый верный но он уже возможный и следовательно его нужно сделать поэтому нужна просто технология вот как я рассказала о том что мне однажды показали технологию как сделать электронный учебник просто по шагам вот нужно вот так вот так вот так причем у нас было несколько человек мы учились и получилось так что мы сделали практически все одинаково и я помню что автор курса она вот задала вопрос я его до сих пор помню что а почему вы не сделали по-другому вот почему вот вы прямо вот даже дизайн расположили точно также хотя в общем то у вас есть возможности нарисовать например вместо круга квадрат но ведь как раз когда человек обучается первый раз для него очень важно просто повторить в начале и большинство из вас педагоги вы это хорошо знаете что когда задан алгоритм то лучше в начале повторить для того чтобы потом можно было растить свои открытия на этом алгоритме растить свои творческие какие-то продукты поэтому я сегодня как раз и хочу представить именно технологию причем технологию свою авторскую как я вот до этого дошла и как я это сделала и почему я предлагаю это сделать вам поэтому да действительно сейчас возникает вопрос собственно почему я должна вам об этом рассказывать или почему собственно вы должны меня слушать и почему моя технология там лучше какой-то другой технологии я еще раз хочу сказать что не лучше и не хуже просто это как как инструкция пошаговая инструкция когда проделав это я могу гарантировать что вы из оффлайна перейдете в онлайн так как я это сделала как это было если говорить очень кратко но во первых я преподаватель преподаватель практик с более чем с 20-летним стажем и вот сейчас это мои студенты это фотографии я иногда делаю фотографии моих студентов и вы видите это я думаю что эту картинку эту картину утреннего занятия там которая начинается в восемь часов можно наблюдать достаточно часто если вы часто входите в аудиторию поэтому да я очень много провела в начале очных занятий для того чтобы видя вот такую картинку видя вот такую картинку каждый день действительно приходится на ум желание изменить эту ситуацию или сделать что-то такое чтобы это было по-другому поэтому да много много лет пришлось потратить для того чтобы было легче и проще и для того чтобы например входить в аудиторию видеть сияющие глаза или выполненные задания поэтому в онлайн я пришла пять лет назад и как раз онлайн меня привело желание сделать свои курсы лучше и конечно мне очень хотелось расширить свои возможности потому что в аудитории вы можете видеть только определенное количество людей а когда ваша тема вам очень близка то вы хотите чтобы они узнали большее количество людей и действительно я пришла в онлайн тогда уже было очень много различных платформ и я стала сотрудничать но а когда я начала сотрудничать вот здесь тоже реально реально как скрин моих уроков я поняла что вот я такая маленькая девочка в этом стоя в аудитории перед очниками я гуру а когда я пришла в онлайн я очень быстро поняла что я всего лишь вот такая маленькая девочка которой нужно все делать заново все учиться заново потому что технология передачи информации совсем другая и упаковка контента она совсем другая приходится чисто методологически потратить довольно много времени чтобы получить точно такие же результаты которые вы получаете уже очно поэтому да пришлось просто засучить рукава и идти учиться и пройти этот путь прямо вот с ну с от маленькой девочки снова к самому и к самой себе чтобы почувствовать уверенность и почувствовать что ты это можешь сделать поэтому на сегодняшний день я это сделала и не то не самые главные сертификаты а самое главное то что когда вы учитесь вы действительно очень много пробуете и на сегодняшний день в мое портфолио 40 и больше курсов в том числе и в google класс но об этом я расскажу расскажу немножко дальше вот когда уже у вас свои курсы появились когда у вас появилось умение методологически переводить их быстро из оффлайн вида в онлайн формат вот только тогда я начала я к этому шла я к этому шла я себе поставила задачу вот вот эти зевающие эти зевающие студенты и эта картина которую я вижу каждый день я решила ее изменить я к этому шла пошагово я назвала это я иду к своему идеальному курсу я начала свой этот путь к идеальному курсу и уже сейчас да я получаю вот такие результаты что практически все сразу обращают внимание на методологическую выстроенную четкую работу внутри курса но я горжусь даже не этим а вот этим отзывом когда когда есть та фраза которую вы заложили в самом начале пути да на мой взгляд это идеальный курс все понятно ничего лишнего все конкретные по делу я так и хотела я так и хотела поэтому для этого нужно было приложить усилия поэтому на сегодняшний день конечно уже пройдя весь этот путь я являюсь экспертом в области онлайн обучения являюсь экспертом конкурса это кранч начиная с 2017 года и по сегодняшний день и не только являюсь его экспертом но и в прошлом году победителем этого конкурса с как раз с курсом который размещен в google класс именно моя дорога в google класс она началась вот отсюда поэтому четыре года практики на сегодняшний день я уже имею четыре года практики дополнительного заработка и я считаю что это очень ну хорошие ресурсы для преподавателя потому что очень много знаний очень много багажа очень много опыта который хочется отдавать и только аудитория это очень узкая дорожка на сегодняшний день онлайн обучение онлайн среда предлагает огромное количество путей поэтому действительно когда вы получаете этот инструмент в руки у вас открывается горизонт поэтому до дополнительный заработок он здесь тоже возможный я начала дополнительно зарабатывать например я начала сотрудничать с обучающими платформой это реально вот я даже выделила здесь что пошли какие-то суммы дополнительно одностоит отбросов и нас ужин здесь не касается проводок Böyle а также очень много большого отца людей на второй час и выназвали здесь что спасет это а не забудьте что это по нас и тоже время он перерывается в каком-то в чеме-то в чеме-то уже видел ли вы можете это хоть так вот что вы видите и что такое как будто я не обязана Продолжение следует... 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 О! Поэтому Поэтому я могу говорить о том, что делать... ...чтобы прийти к тем же самым... ...самым результатом. Итак, скажите мне, пожалуйста, вот тот путь, который я прошла, или те виды деятельности, которые может делать преподаватель в онлайне, возможно ли это для вас? То есть интересно ли это вам? И возможно ли это для каждого из вас? Спасибо. Да, я вижу. Да, это реально. Это реально и это абсолютно реально. Это абсолютно реально. Хорошо. Абсолютно реально. И это будет еще более реально, если я раскрою вам сейчас эти три секрета, как это сделала я. Они очень простые. Как любой ларчик, он просто открывается, то эти секреты очень простые. Первый секрет, который я представляю, это моделируйте курсы на основе проверенных методики технологий. Действительно, не нужно много методики технологий. В мире онлайн уже есть очень много того, что придумано, что работает и что реализовано. Поэтому их реализация может быть очень разная. Но, тем не менее, у нее есть одна основа. И я думаю, что если придерживаться этой основы, в том числе и методологической основы, и если ее хорошо знать, то это несложно и нетрудно сделать. Чем хороши эти методики или технологии? Вот не буду сейчас углубляться как раз в то, чем отличается офлайн-курс от онлайн-курса. Но почему иногда не получается перейти? Когда вы пытаетесь перевести весь свой контент в формат онлайн, он хаотичный получается. Его получается либо очень много, либо он не работает в том виде или в том формате. То есть говорящая голова на полтора часа не получает такого эффекта в результате у ваших учеников или у ваших слушателей. Его нужно переформатировать и упаковать в те инструменты, в те ресурсы, в ту структуру, которая позволяет донести ваш контент технологически. Поэтому действительно, да, первое, что нужно сделать, это из хаоса ваших знаний, вашего опыта, из хаоса многочисленных материалов, которые вы уже использовали в другом формате, нужно это сложить, сконструировать, смоделировать, спроектировать в иной формат. Ну, просто навести порядок. Вот для этого существует действительно технология, и она будет зависеть от того, с какими инструментами вы работаете. Второй секрет тоже существует, это для быстрого, вот все-таки три секрета быстро перевести. Не самое лучшее, не самое красивое, не самое вау, я не говорю об этом, но я говорю, что это работает, и это можно сделать каждому из вас. Используйте те инструменты для разработки, которые уже работают и есть в открытом доступе. На сегодняшний день мы со своими студентами, со своими слушателями используем инструменты Google, потому что Google мировой лидер, и очень много бесплатных инструментов и бесплатных сервисов находится там. Они очень легко между собой сочетаются или линкуются, и, следовательно, они в открытом доступе, и это не значит, что мне нужно изучать много разных всяких сервисов, и потом находить какие-то пути для их соединения. Это значит, что я могу взять, ну, какие-то инструменты одного разработчика и складывать из них то, что мне нужно. Поэтому это своего рода находка, вот для меня это была находка, потому что, когда сегодня пришла заявка, а завтра нужно выдать, то это один из лучших моментов и один из лучших вариантов. И еще один секрет, который я открыла для себя, просто для себя. Не ищите много решений, пусть будет одно решение. И в конечном итоге мой опыт говорит мне о том, что каждый разработчик или каждый преподаватель, который переходит в онлайн, он все равно находит себе какой-то свой и нужный ему оптимальный инструмент и с ним потом работает. Поэтому этим инструментом лично для меня стал Google Class как раз. И именно в формате Google Class с помощью сервиса Google Class я по своей технологии и создаю эти курсы сейчас. Именно эта технология была представлена на конкурсе AdCrunch в 2019 году. Вот так выглядел курс «Профессиональная этика и служебный этикет» как раз с играми, которые мы проводили на этом курсе, как раз визитная карточка этого курса вот здесь сейчас и показана. То есть была использована эта технология, она конкурсная. Поэтому эта технология позволяет мне на сегодняшний день иметь дополнительный заработок. Все свои бизнес-курсы я тоже веду в этой технологии. То есть мои курсы размещены в Google Class. Эта технология позволила мне сейчас иметь учеников по всему миру, потому что действительно я выхожу в онлайн, и это очень здорово. Мы общаемся со своими учениками, и я вижу мир. Глазами и глазами я вижу мир. Эта технология позволила мне быстро перейти в онлайн-формат во внештатной ситуации. Вот здесь я специально выделила 80 человек. То есть можно перевести сразу большое количество людей, но как раз та ситуация, которая произошла недавно, показала мне, что не только я готова перейти, но и мои студенты, с которыми мы уже много лет работаем именно в этой технологии, тоже смогли это сделать гораздо проще и легче, чем многие другие. Напишите мне, пожалуйста, сейчас в комментариях, есть ли в этом ценность для вас? Видите ли вы эту ценность сейчас для вас? Все вокруг да около в сама технология. А сама технология будет на курсе. Сейчас я покажу просто программу. Конечно, мы говорить будем и о возможностях самой платформы, и о возможностях самой платформы, но это уже на курсе. Да, конечно. Да, очень хорошо. Спасибо. Вот я использую как три орешка для золушки, я использую эти секреты для того, чтобы их вам передать. Я использую и эту технологию, и для дополнительного образования, и для бизнес-курсов, и для академических занятий, и как архивную, и как тестовую платформу. Поэтому все это тоже можно иметь. Что дальше, как это сделать? Что дальше и как это сделать? Ну, у каждого человека есть два выбора. Выбор первый – это ничего не делать или искать дальше, и находить свое оптимальное решение или свой какой-то результат. И я точно так же, как вы, вот точно так же, как вы, тоже нахожусь всегда перед этими решениями, и мне очень понятны те сомнения, и мне очень понятны даже комментарии, потому что когда мы находимся в сомнениях, нам нужно, чтобы что-то рассказали или дали такое, чтобы это решение было сделано. Да, вначале нужно принять решение, что вам эта технология нужна, она вам интересна. Если она вам нужна и интересна, то в этом случае действительно нужно приходить на курс и рассматривать эту технологию от начала и до конца, потому что по верхушкам за один час технологию всю не рассказать. Более того, ее нельзя сделать, ее нельзя, даже не то что показать, ее нельзя выполнить. Поэтому для этого требуется более глубокое погружение в эту технологию и более качественный подход к этому делу. Поэтому, да, эта технология будет представлена на курсе Google Class от создания онлайн-курса до полного цикла обучения. Курс пройдет 13 октября, и как раз это будет пошаговая инструкция для создания своего онлайн-курса. Поэтому, если у вас уже есть материал, и если действительно нужно его где-то собрать, сразу разместить и сделать это очень качественно и хорошо, потому что качество курса не всегда зависит от того, какими инструментами вы пользуетесь, насколько хороши эти инструменты или насколько многофункциональна платформа. Вообще инструмент Google очень простой. Простой иногда настолько, что я слышу в свою, например, что я слышу иногда такие, ну, такие тезисы, такие высказывания со стороны разработчиков, что не очень красиво, слишком просто, или что можно гораздо круче, можно гораздо интереснее. Да, можно. Да, можно, если вы профессиональные разработчики, если вы этим занимаетесь достаточно давно. Да, можно, если в ваших руках платные инструменты, они потому и платные, потому что они дают больший результат или более красивый результат. Но я как раз хочу сказать, что не больший результат. И курс иногда, хороший, качественный курс, зависит не от того, насколько красиво что-то сделано или упаковано, а насколько это удобно освоить вашим ученикам, насколько удобно им получить те практические знания или навыки, которые вы туда заложили, насколько они могут этим потом всем пользоваться, насколько быстро они это освоят, насколько быстро они самостоятельно смогут этим потом воспользоваться и расти сами. Поэтому, когда даже очень простой инструмент хорошо используется, правильно, методологически верно, то он дает не меньше, а иногда гораздо больший результат. И да, конечно, я что-то делаю иногда очень быстро, иногда тут же снимается что-то, тут же выкладывается, то есть это не в каких-то профессиональных, может быть, студиях и так далее. Но это, дорогая ложка к обеду, но это здесь и сейчас, и я получаю очень много действительно благодарных отзывов о том, что это можно использовать сразу. По программе курса я пройдусь немного, потому что, в принципе, вы ее можете прочитать и посмотреть, открыв уже лендинг. То, что нужно знать перед запуском курса? Да, мы прокладываем в начале маршрут, то есть у вас у каждого уже будет класс к этому моменту, и, следовательно, для того, чтобы начать с ним работать, нужно в начале действительно очень хорошо понимать, ну, как использовать этот инструмент. Поэтому на профессиональном языке это называется навигация, поэтому мы будем заниматься навигацией курса, или я просто расскажу, как это делается. Может быть, эти слова, профессиональные слова разработчика сейчас страшно звучат, но на самом деле это все гораздо проще, и нужно просто очень уважать своих студентов, чтобы начать, слушателей или клиентов, чтобы начать разработку курса для того, чтобы продумать, насколько удобно будет войти, вести, найти, насколько удобно будет пройти из точки А в точку Б, насколько понятен будет этот маршрут, потому что доходимость до финала наших слушателей или студентов, или наших клиентов, вот у меня сейчас уже есть клиенты, не всегда зависит от того, много или мало, а от того, насколько понятно. Поэтому это проблема общая онлайн-курсов, и я думаю, что эта проблема больше методологическая, поэтому этот раздел в курсе он будет. Конечно, мы пройдемся по всем инструментам, все начинается с приглашения в Google Class, и нужно хорошо понимать, что есть определенные роли у учителя, у учеников, есть возможность приглашать себе спикеров, есть возможность приглашать родителей для того, чтобы они могли контролировать, и вот как, где и кто должен себя вести, и как это размещается, тоже момент такой будет. Совсем недавно, вот в пятницу, меня пригласили в музыкальную школу, где учится моя дочь, и как раз некоторые теоретические курсы были переведены в Google Class, теоретические дисциплины были переведены в Google Class. И когда я вошла в Google Class, я посмотрела, что все размещается примерно так же, как раньше в ВКонтакте, потому что вот в прошлом году нашу музыкальную школу перевели в ВКонтакт. И все точно так же идет вот просто в ленте. И я позвонила и спросила, вы не хотите, вот я вам просто покажу, как из этого сделать полный цикл обучения, чем, собственно, ваш сейчас класс отличается от того же ВКонтакте? ВКонтакте, потому что ВКонтакте вы можете выдавать только тексты, посты, которые будут один за другим закрывать друг друга. А здесь можно сделать так, что вы можете выложить всю программу, эта программа не будет нарушаться, и урок за уроком будет идти не в постах, где вы просто должны коммуницировать, а вы будете, у вас есть свой раздел для этого, куда может прийти каждый, и где достаточно просто разместить задание для того, чтобы ваш ученик в режиме реального времени его получил, выполнил, отправил вам, вы его проверили, и автоматически оценка занеслась в журнал. Давайте мы этот цикл просто настроим. Ну, вот именно об этом мне и хочется рассказать, что возможности этого инструмента, ну, с моей точки зрения, он закрывает все процессы, которые, все учебные процессы. То есть это действительно инструмент полного цикла, особенно если вам нужно делать практически домашние задания, их проверять, вам нужно вести журнал, нужно контролировать и управлять. Поэтому этот инструмент, если его технологически хорошо настроить, он работает, и он работает, ну, моя практика показывает, что он работает хорошо. Поэтому третий раздел будет посвящен уже самому проектированию курса, потому что мы затронем вопросы методологии. Ну, по большому счету, мы не будем затрагивать много теоретических вопросов. Цель у курса всегда одна, и с моей точки зрения, онлайн-курс, хорош как раз только тогда, когда есть одна цель, и есть результат у этой цели. И если моя задача показать технологию на курсе, значит, я не буду показывать какие-то много инструментов, то есть я не буду показывать, а вот еще в iSpring так можно сделать, а вот в Moodle это будет выглядеть по-другому. Или, например, а давайте мы поговорим про качество, или про методологию, или про мотивацию. То есть, вот знаете, есть презентация, и если вы знаете закон презентации, одна мысль на слайд, то хороший онлайн-курс, он тоже, это тоже единица информационная, она тоже выстраивается очень четко, по очень четкой структуре, у нее есть скелет, и на этот скелет вы можете надеть любое, ну, из этого скелета, если вы оденете его, мясо нарастите на него, контент нарастите, из него действительно может получиться кит, или там, я не знаю, или не хочется акула, или там, я не знаю, карась. Ну, то есть, что-то ваше, что-то ваше, но ни одна рыба без костей не поплывет, то есть, все равно нужен скелет, поэтому, да, проекция, проект курса, он все равно должен быть, и он строится по определенной технологии. Подготовка учебных материалов, это упаковка вашего контента, речь идет об упаковке, действительно, например, как можно из лекций, которая у вас расписана на 9 страницах, например, сделать, ну, видео, или, например, нарезку из видео, или, например, может быть, схему, интерактивную схему, где уже не будет 9 страниц, а где, поскольку инструменты, интерактивные инструменты, это позволяют делать, то вы можете упаковать его компактно, так, как его будет удобно воспринимать уже именно в онлайн формате. Поэтому здесь мы рассматриваем обычно, какие инструменты Google предлагает для этого, и как можно этим всем пользоваться. Вообще, сам сервис не сделан, даже Google Class, я имею в виду, не разработан как вот платформа, например, это не Moodle, конечно, а это некая сборка лучших инструментов, самых популярных инструментов, в комплект инструментов, которыми можно пользоваться в каком-то одном пространстве. И это позволяет, как раз вот эта простота, как раз позволяет делать этот инструмент бесплатным, потому что все эти отдельно взятые сервисы, инструменты, они уже есть в открытом доступе, и мы на них можем делать викторины, опросники, тесты, мы можем пользоваться Google таблицами, мы можем ввести какие-то списки, и все это делать, например, в режиме совместного доступа, а режим совместного доступа – это практически интерактивная доска. То есть своим учеником, со своим студентом, вы можете одновременно заниматься на одном и том же слайде, на одном и том же файле, присутствуя там одновременно. Не в видеоформате, а в другом формате, но и другие форматы тоже возможны, потому что иногда они работают гораздо лучше, чем само видео. В классе очень хорошо продуманы способы коммуникации, я как раз об этом расскажу и покажу в курсе, потому что существует действительно лента, которую мы используем как соцсети, но в соцсетях мы только ее используем. У нас уже нет возможности, например, автоматической проверки домашних заданий или нет возможности автоматического формирования журнала, что как раз дает Google Class. Поэтому вот здесь коммуникации строятся на том, что есть два способа обратной связи. Это, во-первых, групповой чат, который существует там, и есть способ индивидуальной обратной связи. То есть для каждого ученика своего вы можете настроить и домашнее задание, и обратную связь по этому домашнему заданию. Поэтому тоже рассматриваются там. Оценки в классе. Действительно, для полного цикла. Для полного цикла. Хотя я поняла, что для полного цикла, я имею в виду, например, программы, прямо учебные программы, потому что это действительно полный цикл, когда нужно выставлять оценки. Аттестация должна быть. Но я заметила одну такую вещь, что даже те слушатели, которые у меня взрослые слушатели в основном, в бизнес-курсах, они с удовольствием, они хотят, чтобы их оценивали. Им нравится вот этот вид обратной связи. Потому что если я что-то уже оценила, то я делаю разбор и сразу говорю, почему вот такая оценка, или почему получились вот такие результаты. И своего рода у нас действительно накапливается, ну, вот накапливается такой кейс, где мы разбираем все по полочкам. И я заметила, что взрослые ученики очень любят как раз, ну, получать вот эти оценки. Тем более, что журнал в классе действительно настраивается автоматически. И моя задача рассказать, как это делается. Более того, к нему можно подключить родительский контроль. Здесь есть, правда, ну, с моей точки зрения, одна проблема, потому что не все родители, вот дети очень быстро усваивают технологию, не все родители согласны на эту технологию, потому что она требует некоторых усилий. Но эти вопросы тоже решаемы, об этом тоже можно будет говорить. Ну, и еще один раздел, который я сомневалась вначале в том, включать ли вообще в курс, поскольку курс не рассчитан на то, чтобы проводить какие-то обучения по маркетингу, технологиям. Но мне всегда задают вопрос, каким образом я, вот, используя эту технологию, дополнительно зарабатываю. А как раз в этом разделе я и хотела бы рассказать, какие возможности есть для дополнительного заработка, если у вас в руках есть технологии онлайн-обучения. Поэтому, да, выходить и предлагать, как сегодня уже говорит, я уже вижу просто в чате, что это реклама, но если вы будете выходить в онлайн, если вы хотите привлекать широкую аудиторию, то как бы мы не сопротивлялись этим инструментам продвижения, но это онлайн-курс, это онлайн-курс, а это значит, что есть возможность очень широко представить все ваши знания и весь ваш опыт. Но в этой среде действуют тоже свои законы. Чтобы представлять это, тоже нужно делать методологично и технологично. Поэтому существует действительно способ подачи и способ потом обратной связи даже того предложения, которое у вас есть. Поэтому вот в этом разделе, даже больше сказать по просьбе организаторов, мы взяли такую тему. Что вы сделаете в курсе? Придя на курс, какой результат вы получите? Поэтому поговорим сейчас о результатах, и я просто расскажу, из чего он складывается. Первое – это проект курса. То есть я не говорю, что вы его создадите прямо от начала и до конца, потому что для того, чтобы создать от начала и до конца, нужно, чтобы у вас был уже готовый материал. Потому что, ну, если вы преподаватель, если вы ведете давно занятия, то вы очень хорошо знаете, сколько нужно времени для разработки контента, если вы его начинаете с нуля. Но у большинства как раз есть проблема не в том, чтобы разработать, а в том, чтобы собрать, спроектировать, разместить, донести, пригласить, предложить – это тоже одна из задач, которые очень важны и очень нужны. Поэтому первое, что мы спроектируем полностью курс. То есть он от начала и до конца будет виден. То есть он будет готовый курс. Его можно потом дорабатывать. В него сразу можно пригласить учеников. Более того, в некоторых случаях я так и делаю. То есть размещаю вначале первую тему, еще вторая тема у меня. Не то, чтобы не готова. У меня есть материал, но она не собрана. И то есть в режиме реального времени, слушая внимательно потребности своих учеников, я собираю им тот курс, который действительно я вижу им нужен. То есть они закрывают те пробелы, которые есть у учеников, которые… Даю им только тот материал, который реально им нужен. Поэтому это зависит от проектирования курса. Я, поскольку сейчас работаю и методистами, и методологами, сотрудничаю с различными… в области разработки курсов, то вот здесь я просто представила, например, сколько минимально стоит работа методиста, обладая такими навыками, сколько минимально стоит работа методиста, и что значит спроектировать или сделать сценарий курса. Сценарий курса, конечно, это действительно профессиональная разработка, мы не будем так глубоко заходить, нам достаточно проекта курса, действительно структуры его, скелета курса, чтобы можно было понимать, что у вас будет библиотека, или у вас будет практика, или у вас будет, предположим, видеоинструкция, или у вас будет какой-то блок методических материалов, где это очень конкретно видно и куда можно прийти, это взять любому, кто есть в курсе. Поэтому вот сегодня зарплата, например, методиста, или не зарплата, мы не будем говорить сейчас о зарплатах, а такая работа, такая работа, чтобы спроектировать, например, курс, минимально стоит 35 тысяч рублей. То есть вот на рынке, а я на рынке сейчас уже нахожусь, поэтому действительно вот такую ценность в руки вы уже можете получить, обладая таким навыком. мы научимся работать с бесплатными сервисами Google для упаковки учебного контента. Ну, то есть прямо конкретно мы берем просто контент и думаем о том, в каком виде его лучше подать. Например, в виде, может быть, лангрида, или, может быть, в виде викторины, которую легко сделать, или, может быть, в виде небольших текстовых документов, которые тоже можно туда включать. В принципе, Google Class поддерживает все форматы, и в любом формате это можно сделать. Вот такой курс я веду сейчас в учебном заведении, в университете. И я просто высчитала, например, здесь я брала, то есть за сколько я продаю только вот этот курс. И здесь, например, 72 часа, если я получаю 300 рублей в час, например, мой час стоит столько-то, то вот я, например, посчитала вот такой курс, который я здесь предлагаю, то есть эти знания предлагаю, он стоит вот такую цену. Затем очень большой вопрос, часто задают мне вопрос, как снимать видеоуроки, если у вас, например, нет, если у вас нет студии, например, да, и мы привыкли, что вот для того, чтобы снимать видеоуроки, нужно оборудовать студию, там хромакей сзади повесить, чтобы там можно было потом работать с различными программами монтажа, доп. премьер и так далее. Но, опять же, мой опыт показывает и сотрудничество с очень многими людьми, людьми, компаниями, фирмами, показывает, что все это можно делать на мобильных устройствах сегодня, но настолько они уже совершенны вот в этой функции, что достаточно иметь очень небольшого количества, какой-то набор нужных инструментов, и ваши лекции можно снимать в режиме реально, в домашнем режиме, и качество их будет очень хорошее. Поэтому действительно можно записывать видеоуроки, и самое главное, что обработку, монтаж можно делать прямо на мобильных устройствах. Это очень быстро и очень просто. Я недавно прошла, ну как недавно, прошла такой тренинг, и, например, такой тренинг стоил мне вот такую, например, сумму. Подготовка домашних заданий и автоматизация их, и контроль. Здесь и тренинг сам по себе, то есть, каким образом пользоваться этими инструментами, как выстраивать домашние задания, и сама консультация о том, как их контролировать и как оценивать. И, конечно, сможете управлять работой учащихся в курсе, причем это и групповой, как я уже вам показывала, что это может быть и групповой чат, и индивидуальная работа. Поэтому всю организацию и деятельности, вот просто проводила опрос совсем недавно и спрашивала, что самое трудное, вот у учителей спрашивала, что самое трудное оказалось при переходе в онлайн. И услышала как раз ответ, что очень трудно держать связь. Ну, когда вы выходите каждый день в класс, вы видите каждый день, вы знаете и наблюдаете, что делает каждый человек. И когда я вхожу в аудиторию, еще не сказав здравствуйте, я уже вижу настрой аудитории. В онлайн есть своя специфика, там этого не видно. И нужно менять систему обратной связи. Следовательно, вот здесь как раз сам тренинг по смене этой обратной связи, по мотивации, по сопровождению, то есть должно быть свое сопровождение. Как раз вот этим мы и тоже будем заниматься. То есть это входит в программу этого курса. И вот, если честно, когда я посчитала ценность этого курса, вот в тех реальных измерениях, которые на сегодняшний день есть, то она вышла вот в такой сумме. То есть это больше 100 тысяч рублей, если брать, если брать, ну вот все отдельно, если брать каждый блок отдельно, то чего в качестве инструментов можно получить. Я вам по секрету скажу, что, конечно, за обучаясь пять лет, мне очень хотелось стать онлайн-преподавателем, мне очень хотелось этот инструмент в руки. Я видела, я эксперт в области образования, я сотрудничаю со многими ВОЗами, я видела, куда все равно идет перспектива развития этих учебных заведений. Поэтому я понимала, что этот инструмент просто очень необходим. И инвестировала гораздо больше, чем то, что сейчас предлагается. Конечно, в курсе будут и бонусы, потому что любой курс сопровождается различными, ну, различными методическими материалами. И как я уже сказала, что с моей точки зрения, в курсе очень важно иметь обратную связь. Поэтому курс не всегда строится от начала и до конца, как вот, ну, как что-то неизменное. Поэтому каждый курс, у вас есть уже какой-то набор знаний, но когда вы получаете постоянную обратную связь от учеников, вы понимаете их пробелы. И очень много корректируется потом прямо по ходу курса. То есть вы выдаете, действительно, вы можете выдавать короткие видео, скринкасты, сопровождающие мастер-классы. Вот то, что будет как раз необходимо вашим ученикам. И, конечно, те анкеты, например, чек-листы, какие-то опросники, которые инструкции, которые я использую в своей работе, они будут приложены в этом курсе. Поэтому сегодня, конечно, я представляю прежде всего курс и то, из чего он будет состоять. Следовательно, конечно, сама ценность курса, она всегда возрастает в связи с тем, что бонусов очень много и групповой чат, который тоже задуман в курсе. А задуман он для того, чтобы иметь поддержку и чтобы не потерять самооценку. Вот когда очень не получается, когда долго не получается, то я прошла просто это. И мне кажется, что ну что ж я такая умная и у меня не получается. Наверное, я все-таки не очень умная. Наверное, все-таки я что-то не могу. Но на самом деле это не так. Нужно просто поддержать, нужно научиться говорить себе молодец, еще лучше, если кто-то вам скажет нет, все нормально. Это просто временные трудности, потому что, ну, не все дается сразу и легко. И поэтому навык, он не нарабатывается здесь и сейчас. Как вы считаете, стоит ли курс вот этих инвестиций? Я буду благодарна вам за любой ответ, потому что я действительно сейчас выхожу в онлайн, я действительно хочу представить курс, который будет и полезен, и удобен, и самое главное, очень практичный курс. Поэтому мне очень важно услышать мнение. Нет. Я буду рада, если вы напишите нет, почему. Спасибо. Хорошо. Тогда я задам по-другому вопрос. Скажите, а стоит ли таких инвестиций ваша свобода выбирать предложение о дополнительном заработке? То есть, когда, например, вы можете и здесь, и здесь, и здесь предложить свою услугу. Стоит ли этих инвестиций, обладая этой технологией, уверенность в завтрашнем дне? То есть, когда, я не знаю, вот грядет сокращение, как, например, в моем случае, да, и вы не знаете, что сделать с предстоящей ситуацией. Стоит ли этих инвестиций желание расширить свои возможности, профессиональные амбиции удовлетворить, расширить свои возможности и иметь учеников уже не только в вашем классе, но и по всему миру? Стоит ли это благодарность и, самое главное, благодарность ваших студентов, учеников и слушателей, которые точно скажут вам спасибо за такой курс, который легко и интересно проходить? Самое главное, просто, удобно. Я проводила этот курс для заочников. И работая в учебном заведении, ну, поскольку это, ну, режимное предприятие, то я не могу предлагать какие-то технологии, которые студенты, например, освоить не могут. То есть, я им платные ресурсы предложить не могу. Именно поэтому я много времени, долгое время прибегала, вот действительно, почему я так освоила эту технологию? Потому что она бесплатная. То есть, этот ресурс, он бесплатный, он доступен для каждого. Не только для преподавателя, но и для студента. И когда я предлагала перейти студентам, я приходила в аудиторию и просто спрашивала, что если кто-то из вас сейчас откажется, например, в смешанном формате учиться, ну, то есть, по каким-либо причинам, вы можете объяснить, то мы не будем применять. Ни один не согласился, ни один не отказался, только потому, что это действительно очень удобно. И я нашла еще один мотив, почему, например, большинство людей или большинство учеников соглашаются на это. Я об этом даже никогда не думала. Они мне сказали, Ирина Николаевна, вот чем хорошо, потому что снимается страх перед тем, сдашь ты зачет или не сдашь, потому что практически он уже заложен в курс. Если вы прошли все темы, он заложен. То есть, даже сам мотив того, что снимается какая-то напряженность, оказывается, очень впечатляет студентов, что не надо трястись и бояться, или студентов и учеников. Поэтому, да, конечно, мне приятно получать и от студентов, и от учеников благодарности потом за то, что им было легко и удобно это проходить, что они сделали это, даже пусть без интереса, но во всяком случае, без надрыва и без страха, излишнего, без напряженности. Я думаю, что это стоит всех этих инвестиций, и это нормально. Но сам курс, который пройдет 13-го числа, он проходит, то есть, вместе с партнером, вернее, я являюсь партнером Директ Академии, и цены там установлены другие. Вам предложено три пакета. Вам предложено три пакета. Первый пакет – это пакет слушателя. Здесь, вот, вы видите на экране, что входит в этот пакет, но можно подробнее рассмотреть все эти условия, открыв страничку лендинга, где все это как раз, все организационные моменты, где как раз решает мой партнер Директ Академия. Поэтому вот вся эта ценность, которую я сейчас вам показала, то, что можно получить, если это, например, в отдельности получать, каждый из этих навыков получать в отдельности, например, отдельно тренинг по видео, отдельно тренинг по методологии, или отдельно тренинг по тому, как работать с Google классом. То есть, все это здесь собрано воедино, и почему я на это иду? Здесь вот сейчас я просто проведу пакет, а потом расскажу, почему я на это иду. Здесь есть пакет активного слушателя, и, насколько я понимаю, здесь уже как раз выдается, помимо сертификата, еще удостоверение. И есть вип-пакет, где есть индивидуальная консультация. Мы заложили этот пакет, потому что действительно в некотором случае нужно просто взять за руку и провести хотя бы 2-3 метра по мосту, когда оно очень страшно, потому что потом человек может идти сам. Следовательно, есть действительно разные пакеты, и можно зарегистрироваться по ссылке. И большое спасибо Татьяне Викторовне, уже эту ссылку вам как раз сюда в чат разместила. Я как раз хочу рассказать, вот почему я на это иду. Вот здесь отзыв о курсе, о моем курсе-конкурсном Наталье Кузнецовой. В свое время у меня был такой момент, когда мне хотелось все бросить, поскольку руководство, вот это мое горячее желание быть в онлайне и изменить как-то эту ситуацию, вот эту образовательную ситуацию, потому что я понимаю, что перспектива все равно за ней, я это видела очень много, и сама это делала, никто меня не заставлял, сама я это делала, сама внедряла, я сама это испытывала на своих учениках, на своих слушателях, каждый момент оттачивала, потому что если не получается, почему не получается, поскольку я методолог по образованию, то мне очень важны были эти моменты, и был момент, когда хочется все бросить на самом деле, потому что когда нет поддержки со стороны руководства, когда никому кажется это не нужно, то вот спасибо Наталье, я прямо признаюсь, что когда мне написали, что нет, Ирина, все хорошо, и что я завидую твоим студентами, что это классный курс, и что этим можно, что это здорово, что это хорошо, вот тогда я поняла, что собственно почему нет, раз я это могу, раз мне помогли, то я тоже могу помочь, поэтому действительно родилась такая идея, что технология готовая, и я готова ей поделиться на курсе, который пройдет 13 октября, и вместе с вами построить ваш курс, и вместе с вами построить ваш выход в онлайн, ну во всяком случае, открыть эту дверь хотя бы. конечно есть и гарантии, то есть здесь я хочу как раз проговорить, что я гарантировать могу в данном случае, здесь могу гарантировать, что практика будет сразу реальная, потому что курс пойдет прямо в гугл классе, то есть вы заходите в гугл классы, все, что мы там будем делать, следовательно, все это вы будете делать потом вместе со своими учениками, поэтому он исключительно практикоориентированный, прямо здесь и сейчас, ну просто вот из огня и в полымя, то есть сразу начнем прямо все там, сразу и вход вы увидите, и выход вы увидите, и как журнал формируется, то есть все на себе можно это испытать, и поскольку действительно там курсы можно убирать в архив, и когда их очень много, я действительно их туда складываю, то курс, как правило, остается где-то, ну в зависимости от того, какой курс, там месяц-два, вот этот курс будет открыт, и я знаю, что, ну, освоив технологию, это не знаю, ну, увидев технологию, не всегда сразу можно взять и сделать, но когда я хорошо знаю, что я куда-то могу прийти еще раз посмотреть, или я точно знаю, что вот это мне нужно, например, в следующем семестре, я знаю, что я это изъять могу, то я открыла этот курс на год, чтобы можно было использовать эту технологию, и пользоваться ей, в общем-то, всегда как подсказкой, поэтому вот это могу гарантировать от себя, все организационные вопросы в этом случае решается, мой партнер Директ Академия, вот уже все, что касается по режиму участия и так далее, и, конечно, мне очень хочется в честь этого запуска, возможно, я несколько разочаровала вас, что вы пришли и хотели посмотреть, что же там в Google классе делается, но еще раз хочу вам сказать, что мне не рассказать за час, или даже если я начну рассказывать за час, то через минут 20 ваше внимание просто переключится и перейдет на что-то другое, потому что это очень много информации, которую всю сразу не ухватить, или это нужна какая-то серия, и, в принципе, есть такая идея делать предзаписанный какой-то инструктаж, то есть предзаписанные какие-то уроки, когда можно просто по этим предзаписанным урокам посмотреть, как это проводится и как это делается. Но в первом режиме или в первом варианте, в первом запуске в любом случае будут живые вебинары, и будет представлена возможность прямо вначале вживую это проделать, а потом уже посмотреть, как это можно автоматизировать и сделать более доступным для еще большего количества людей. Ну и сейчас в честь запуска, конечно, я хочу сделать подарок, потому что вот вам сейчас в ресурсы маленькая презентация вложена, если открыть ресурсы, и можно пройти к этому подарку и посмотреть, как выглядит класс внутри и как пооткрывать это все, посмотреть, как это работает. И, в принципе, это можно брать, это можно брать, осваивать, проводить технологию своей игры, внедрять технологию своей игры на своих занятиях. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, которые по этой технологии пойдут, как мы ее применяем, например, на своих занятиях. Алгоритм входа как раз вам в презентацию вложен, хотя я, наверное, если не вложен, то я его прямо выложу. Здесь обязательно сюда выложу. Как здесь есть один момент, как войти в сам курс. Поэтому войти в курс, как раз получить этот подарок, можно, проделав алгоритм входа, и точно такой же алгоритм входа вы должны будете предложить своим студентам. Ссылка там не активна. Хорошо, я поняла. Мы сейчас это все быстро исправим. Ссылка будет не активна. В любом случае можно войти и без ссылки. Итак, как получить подарок? Во-первых, можно сейчас просто открыть презентацию подарок, как своя игра, как войти. Вот это сразу первая трудность, с которой сталкиваются ученики. И это нужно хорошо тоже понимать и помнить, что вначале нужно донести, доставить это. Мало собрать, нужно еще доставить. Вот в режиме прямо реального времени. Поэтому можно войти просто сейчас в презентацию. И если у вас уже есть аккаунт Gmail, а это условие обязательное для Google класса, это условие обязательное, и оно единственное. То есть вы должны быть пользователем аккаунта Gmail, потому что тогда ваши все права на бесплатное использование всех сервисов будут вам доставлены автоматически. Поэтому это единственное условие. Поэтому если он у вас уже есть Gmail аккаунт, то открыв презентацию пошагово вы сможете войти даже без этой ссылки сейчас, потому что это просто ссылка на страничку, которую я разместила в облаке, для того чтобы тот же самый, ну так скажем, алгоритм там записан. То есть можно просто презентацию открыть, а можно войти в облачную технологию и там открыть эту презентацию. Поэтому есть два варианта. В презентации четко показано, и я сейчас открою эту презентацию, и прямо по ней пройдусь, чтобы было еще более понятно. Все, спасибо, открывается. Я сейчас еще раз просто пройдусь, чтобы было понятно о том, что я говорю. И ввести вот этот код. Этого будет достаточно, этого будет достаточно, чтобы получить этот подарок. Увидеть в общедоступных ресурсах. Да, можно будет увидеть, но я сейчас закончу вот эту презентацию. Там, наверное, два слайда осталось. И я просто открою презентацию с подарком и прямо пошагово расскажу, как войти, потому что это тоже очень важно. Это вот уже часть курса, по большому счету, потому что очень важно доставить, очень важно донести. Ну и, конечно, я вас призываю начинать не откладывая, потому что чем раньше начинается путь, тем лучше. Поэтому регистрируйтесь на курс и присоединяйтесь к моему Телеграм-каналу. И здесь тоже ссылочку на контакты я сейчас открою. Там, где можно перейти в Телеграм-канал, я его специально завела совсем недавно для ведения этого курса. То есть я буду там выкладывать часть информации и вообще какой-то чат вести, вести какую-то переписку, выкладывать какие-то полезности. Либо, если у вас есть вопросы, там, кстати, есть бесплатная возможность пройти бесплатную консультацию. Если вы сомневаетесь, нужно вам это или не нужно, то, в общем-то, такой возможность я тоже предоставляю. Либо можете просто написать мне на почту, потому что я отвечу. Потому что, поскольку Google Class действительно располагается на аккаунте Google, аккаунте Gmail, то он у меня всегда активный. То есть я получаю эти сообщения сразу же в режиме реального времени. Ну и поскольку я все рассказала, то я хочу закончить все-таки тем, чтобы вы вошли. Мне очень хочется, чтобы вы получили этот подарок. Поэтому как войти в курс, я сейчас еще раз расскажу. Итак, для того, чтобы войти в курс, нужно завести вначале аккаунт Gmail. Если у кого-то нет сейчас этого аккаунта, то просто в дальнейшем вы возьмете эту презентацию и сделайте это так, как здесь написано. Поэтому если нет, то можно посмотреть это по ссылке. Можно просто завести вот мою ссылку Gmail, электронная почта. И любой аккаунт завести – это 5 минут. Там нужно действовать по инструкции. И я думаю, что с этим все справятся и справляются очень быстро. Затем, когда у вас уже есть этот аккаунт, то по большому счету у вас уже есть возможность вообще автоматически попасть в класс. Ну, потому что в аккаунте уже есть приложение вообще входа в класс. Но опять же я об этом рассказываю в курсе. Здесь я рассказывать об этом не буду. Я рассказывала это на предыдущем вебинаре. Можно посмотреть просто запись предыдущего вебинара, который действительно показывал технологию Google Класса. Здесь зайти в Google Класс можно по ссылке ниже. По ссылке ниже. Или вообще просто написать, как войти в Google Класс, в поисковую строку завести. И когда вам откроется, нужно просто нажать на эту кнопку. Кнопка «Войти в Google Класс». Дальше в открывшемся окне сверху будет страничка, сверху будет строка, где есть вот такой значок.